МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной постпрограммы Акцент. Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня мы беседуем в этой студии с директором Института международных отношений и истории и востоковедения Казанского федерального университета Рамиле Муравиловичем Хайруддиновым о недавно прошедшем очередным седьмым по счету, если я не ошибаюсь, международным симпозиумом или конференцией научной. Ислам в мультикультурном мире. Излишне, наверное, говорить, что тема очень актуальная. Ислам в современном мире, какой бы он ни был, мультикультурный, монокультурный, играет все более заметную роль. Вес его повышается. И, конечно, я думаю, телезрителям было бы интересно узнать, о чем была эта конференция, для кого была она, что она может дать обществу в целом. И тем людям, по-видимому, ученым, теологам, священнослужителям, которые в ней участвовали. И я предлагаю начать, знаете, с одного уточнения. Вот я когда посмотрел тему «Мультикультурный мир», это имеется в виду вот эта теория мультикультурализма, которая, по мнению довольно большого числа уже, или количества политиков Западной Европы, прежде всего, которая столкнулась вот с известным... ...определенным результатом. Да, некоторые уже говорят, что она потерпела крах теории мультикультурализма. Все-таки вы вот в этом контексте на конференции рассматриваете? Да, я с этим соглашусь. Дело в том, что... Если позвольте, я с самого начала... Да, конечно, конечно. Начну. Речь шла о том, что, начиная с 2007 года, наша республика, исламские институты республики Татарстан совместно вначале с Татарским педагогическим университетом, а затем впоследствии уже с 2010 года с Казанским федеральным университетом приступили к реализации федеральной программы по подготовке специалистов с углубленным знанием истории культуры и ислама. Этот проект действительно федеральный. В него ходит на сегодняшний день ряд вузов-партнеров. В первую очередь, я назову Светский, это Московский государственный университет, это Санкт-Петербургский государственный университет, мы, Казань, наши друзья из УФИ, Башкирский государственный педагогический университет, Пятигорский государственный университет и наши вузы-партнеры. Это религиозное учреждение образовательное, как на Кавказе, так и в Поволжье. И речь шла о том, что совместными усилиями выйти на подготовку целого ряда методических материалов, выстроить всю систему исламского образования. И в ее структуре было, собственно, и исламоведение, и исламские науки. Здесь мы выступаем партнерами наших друзей из религиозных учреждений. И научная составляющая, она могла реализовываться в виде дискуссий, обсуждений. Именно тогда возникает идея о создании именно в Казанском университете форума. И на сегодняшний день мы его называем форумом, потому что внутри этого научного мероприятия огромное количество конференций, круглых столов. И она даже распределена по времени. То есть мы стартуем, предположим, в ноябре, заканчиваем в декабре. За это время проходит целый ряд мероприятий, которые связаны в том числе с самыми различными направлениями. Но в первую очередь о самом исламе, о исламской цивилизации, о системе исламского образования, ну и, собственно, каков мир с исламом и без. И поэтому на этом форуме, как вы правильно заметили, рассматривается самый широкий спектр вопросов. И мультикультурный мир – это название самого первого нашего форума. Конечно, я разделяю вашу точку зрения. И сам считаю, что это название не в полной мере отражает, во-первых, всю широту и многообразие затрагиваемых тем. Но, тем не менее, конференция и форум номерной, поэтому мы решили сохранить это наименование. Но каждый год, фактически каждый год, через двоеточие идет конкретизация. То есть какие сюжеты в этом году мы рассматриваем отдельно. Здесь интересный вопрос, да, что меняется быстрее – ислам в этом мире или мир вокруг исламы? Вы знаете, несмотря на то, что ислам считается одной из молодых относительно религий, но, тем не менее, в последние годы, вы знаете, особенно в европейской мнение сложилось, что ислам – это достаточно застывшая средневековая религия. Мы к этому еще вернемся, да. И здесь я не могу ответить положительно. Я считаю, что и мир, и ислам развиваются стремительно. Эти тенденции мы и пытаемся отслеживать, и задача науки совместно с богословами и определить наиболее значимые тенденции сегодняшнего дня. Вы сказали, что, ну, в общем, ключевой или базовой задачей вот этой работы, да, в реализации федеральной программы является образование. Может быть, я немножко огрублю, ну, просто, чтобы было понятно и тем, кто достаточно далек от этой тематики. Насколько я понимаю, речь идет, вот, востребованность временем. Были 90-е годы, когда достаточно большое количество священнослужителей здесь, в России, в том числе в Татарстане, в Павловском регионе, готовились, либо выезжая в Саудовскую Аравию, да, и в другие, там, ближневосточные учебные заведения, либо здесь у нас достаточно была большая сеть, скажем так, учителей, проповедников. И сейчас, последние, может быть, десятилетия, речь идет о том, чтобы мы здесь сами, приверженцы ислама, да, готовили тех людей, которые и сами усвоили бы, и проповедовали бы так называемый традиционный ислам, да, примесленный Татарстан, это что, ханафитский мазхаб? Мазхаб, да, совершенно верно. Ханафитский мазхаб. Если позвольте, я так же постараюсь достаточно ответить широко. Вы, упростив формулировки, на самом деле, очень четко и точно подметили основную задачу. Начиная с конца 80-х годов, с возрождением духовности и элементов ее, возрождением культовых зданий, возникла огромная потребность в духовенстве мусульманском. Большое сожалению, мы это должны признать, за годы атеизма, советской власти мы утеряли мусульманскую духовенство как класс. Если говорить по отношению к нашим православным братьям, то там еще что-то сохранялось, хотя бы в виде семинарий отдельных и духовных академий, то если мы говорим о России, не о Средней Азии, мы знаем о бухарских, о ташкентских учебных заведениях, мусульманских, но если говорим о России, то этого фактически уже не было. И поэтому потребность подготовленных кадров, специалистов, которые могли бы хотя бы обеспечить обрядовую сторону, не говоря уж о том, чтобы вникать в детали и богословских наук, и родических наук. Поэтому был неизбежный этап, когда молодые люди, уезжая за рубеж и возвращаясь, часто противоречили друг другу. Дело в том, что и подготовка специалистов в Саудской Аравии, в Египте, предположим, в Малайзии и так далее, это тем не менее различается. Есть традиции исламского образования, но они тоже не канонические. Поэтому важно было для нас вернуться к той системе, прежде всего, существовавшей в Российской империи, когда были собственные духовные заведения. А вы знаете, что рубеж веков – это конец XIX века, начало XX – это всплеск мусульманской мысли, богословской мысли, татарского богословия. И, конечно, это высокие идеалы, но и время меняется. Поэтому нужно было действительно создать систему учебных заведений, и она возникла. Наиболее большее количество – это у нас здесь, в Поволжье, теперь уже и на Кавказе. И, конечно, потребность подготовки специалистов велика. Понятно. Вы буквально пару минут назад перечисляли своих партнеров по реализации этой программы, в том числе и, в первую очередь, конечно, учебные заведения, вузы, светские и учебные заведения теологического, что ли, религиозного. Я могу назвать наших партнеров. Но я не услышал там упоминания Российского Исламского Университета. Именно он является главным партнером, Российский Исламский Институт, светское. В первую очередь, несмотря на то, что там большой элемент религиозных, но он выпускает специалистов, в том числе и по светским дисциплинам. Например, теология. Понимаете, да? И есть Исламский Институт, который носит название Казанский Исламский Университет. У них у всех один ректор, как ни странно. Вы этого профессора, в том числе и Казанский университет, знаете хорошо. Конечно. Рафик Мухаммедшин. Он же возглавляет Совет по исламскому образованию. И вот с недавнего времени у нас появился, и слава Аллаху, появился третий партнер в республике. Это Болгарская Исламская Академия. Вот. Это достаточно емкие в буквальном смысле слова учреждения. У них много будет там шахидов или студентов. Шакирдов, да. Шакирдов, да. Не Шакирдов, конечно, извините. Вот одна буква, как может изменить. Понять смысл. Да, абсолютно смысл. Конечно, Шакирдов. Не получается, что вот так маятник у нас раз и резко качнулся в другую сторону, прямо противоположную. То не было вообще ничего, а теперь такое количество учебных заведений, где готовят, скажем так, светских исследователей и шакирдов, вот этих вот теологов. Здесь, согласиться с вами, никак не могу. Дело в том, что исламское образование было представлено низшими ступенями, в первую очередь. Это примеченские курсы, затем отдельные медресе МКТБ, затем все-таки медресе, которые носили статус высших учебных заведений. А Болгарско-Исламская академия – это венец самой структуры, этой вертикали исламского образования. И в этом заведении мы, собственно, и с коллегами должны готовить специалистов, докторов наук, докторов богословия. И это высшая ступень подготовки магистров. Поэтому речь идет о некой элите, прежде всего в области богословия. И на сегодняшний день в России, а и в странах СНГ, это единственное учебное заведение. Поэтому интерес к нему невероятно высок с точки зрения наших партнеров, коллег из Средней Азии, из Кавказа. Поэтому мне кажется, что перспективы развития большие. Тем более, что на сегодняшний день, вы знаете, количественно на первый курс было принято около 50 шакирдов. Это достаточно немного. Тем более, что изучать науки достаточно сложно. И каков будет выход, но это покажет время. Вы можете себе представить картину в обозримом будущем, когда вот эти вот супер-магистры, выпускники Болгарской Духовной Академии окажутся в роли проводников определенных течений в исламе или в роли проповедников или в роли учителей где-то в Средней Азии или на Ближнем Востоке. То есть, что вот эта волна может пойти в противоположном направлении. Я историк, и поэтому сужу именно по тем фактам, явлениям, которые были присущены вот целому периоду. Мы все это проходили. И уфимские медресе, и казанские медресе, вы знаете, готовили специалистов не только для региона Поволжья, но и Кавказа, и Средней Азии. Особенно в начале 20 века, конечно. Совершенно верно. Поэтому до сих пор в огромном количестве медресе и на Кавказе, и в Средней Азии изучают хронические исламские науки, основываясь на учебниках, которые издавались в Казани, в Уфе и выпускались нашими благословиями. Ну да, и авторитет татарских просветителей ведь очень высок был. И это не только касается ближайшего зарубежья, но и на дальнем зарубежье. Пожалуйста, если вы по Магрибу проехать, то во всех крупных библиотеках, учебных заведениях, очень уважаемых от Алязара до Карауина, вот есть действующие книги наших с вами мыслителей, начиная, собственно, от моржений. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Удивительно другое. Нам самим надо поднять себя на соответствующий уровень, а это большая и сложная задача. Вот на сегодняшний день надо, положа руку на сердце, сказать, что серьезных богословов такого уровня, как были наши предшественники, можно пересчитать по пальцам. Все мы их знаем. И все они, как правило, участвуют и в наших дискуссиях, и обсуждениях. И в этом отношении еще раз хочу подтвердить, что наши православные коллеги имеют и опыт, имеют и возможности, и чуть ранее уже выстроили эту систему. Там есть общая церковная аспиратура, которую возглавляет владыка Илларион. Очень умный, мудрый человек, который возглавляет одновременно кафедру теологии в светском вузе. И вместе с тем он профессор Оксфорда. Понятно? Министр образования и науки Аля Васильева Юрьевна. Совершенно верно. И поэтому радует другое, что государство это осознает. Это явление о том, что необходим баланс и равновесие. И государство по-своему отдает долги посредством своей вертикали. Мы подведомственные учреждения, мы светские учреждения. Но, тем не менее, ведем работу. Еще раз хочу сказать, мы, Казанский университет, это светское учреждение. И мы рассматриваем, в первую очередь, вопросы исламоведения. Это очень широкий круг вопросов. Они касаются, собственно, и исламского мира. Но наш взгляд значительно шире. И это помогает и нашим коллегам в выходе в мировое культурное пространство. По поводу исламского мира, одно уточнение. Мы рассматриваем ислам не только как религию, но и как образ жизни, как совокупность, как цивилизацию. Вы это термин употребили. Я это подчеркиваю. Дело в том, что, еще раз говорю, заниматься какой-то отраслью, или правом, или каким-то шариатом, отдельными нормами, наверное, не совсем правильно. Но подготовки богословов – это необходимый шаг. Конечно же, мы рассчитываем на то, что помимо, собственно, общих дисциплин коронических наук, мы дадим широкий спектр еще и дисциплин, которые связаны с сегодняшними реалиями, с сегодняшним мировоззрением. Понятно. Вы вот сейчас, отвечая на предыдущий вопрос, упомянули, вернее, у вас в ответе была система, баланс, структура. Это все понятно, да, для россиян. Мы тут все живем в вертикали власти. У нас есть система. Это понятно, кстати сказать, для христианства, где тоже все структурировано. Есть центростремительные какие-то вот такие вот позиции. Есть папа римский, есть патриарх, если говорить о московской патриархии. Но ислам, насколько я могу судить, будучи дилетантом абсолютным здесь, это вот я подумал, как ты решил, что в принципе ведь ислам в определенном смысле очень суперсовременная структура. Это такая сетевая структура, да, где нет единоначалия, где в принципе любой козы или там мула может выдать фетву, кого казнить, кого миловать. И никто ему не указ тому, кто эту фетву выставил. Вот в этих условиях, в условиях отсутствия, ну, грубо говоря, единоначалия, вертикальных структур, когда умма достаточно, ну, по сетевому, еще раз повторю, признаку, да, действует, существует. Каким образом, какова эффективность, точнее, может быть, вот проведение тех идей, тех наработок, которые, ну, в том числе вот на вашей традиционной конференции достигаются? Ну, ислам, современная религия, она демократичная, вы абсолютно правы. Речь не идет о неком единоначале, речь идет именно, собственно, о системе ценностей. И в исламе дискуссий достаточно много, вы знаете, они подразделяются на самые различные масхабы, это складывается из самых различных традиций, накладывается и национальные, накладываются и территориальные, опять-таки, ограничения. Но в основе лежит религия и ислам, и здесь тоже нет особых споров о ценностях ислама. Наверное, и это радует, что ученые имеют свой голос, и они могут быть услышаны как раз в самых различных мусульманских уммах, в мусульманских приходах. И лидером является не только человек, обремененный опытом, а человек, обремененный знаниями. Поэтому очень важно, что это мнение мы должны слышать. Люди, облеченные знанием, они должны обмениваться мнениями. Ну и вы, наверное, тоже догадываетесь, что в исламе корочка не имеет особого значения, важнее от того, кто твой учитель и как передано это знание. Поэтому очень гордятся наши мусульманские братья вот именно своей преемственностью. И через сколько ступеней прошло это знание, и от какого авторитетного мыслителя это знание передано. И это закреплено, и действительно мы гордимся тем, что именно в Татарстане и в России все больше и больше появляется людей, которым это знание передается не только по учебникам, но и в самом непосредственном общении, в передаче этих знаний. Поэтому, несмотря на различные подходы, несмотря на все дискуссии и споры, в которые часто вмешивается политика, я не могу сказать, вот с точки зрения светского ученого, я не могу сказать, что духовный мир, вот мусульман разобщен. Есть дискуссии, но никто не отрицает тех ценностей, которые заложены в священной книге. Как сказали бы шахматисты, это очень ответственный ход, да, знаете, запись на нотации в шахматах, там, когда ставят в скобочках восклицательный знак. Вы сказали, что нельзя утверждать или нельзя сказать, что исламский мир разобщен. Но мы знаем о жестоком противостоянии между суннитами и шиитами, да, мы боремся здесь в том числе, да, с салафитами, теревых хаббитами, в принципе, это одно и то же. Мы говорим о традиционном исламе, хотя, в принципе, вот когда мы имеем в виду традиционный ислам, здесь опять вы меня сейчас поправите или просто объясните, как тут совмещается. Ведь вот те же салафиты, они, насколько я понимаю, они как раз и говорят, что мы основываемся на чистом исламе, на кораническом исламе, на коранических текстах, а вы уже становитесь неверными, потому что вы уходите куда-то от этих. Нет, не так? Нет, я все-таки не могу с вами согласиться, и я объясню свою позицию, свое видение. Речь ведь идет о серьезном вмешательстве политики. Вот. Именно политические амбиции того или иного государства, той или иной территории, а, скорее всего, союза государства, и вы понимаете, о чем речь идет, когда территория становится марионетками в руках определенных... И люди живущие, да. Совершенно верно. Иногда это искусственно, иногда это сознательно, иногда это насильно внедряется, вот это разобщение. Но, еще раз говорю, по отношению к религии, там есть определенные вещи, которые связаны с традицией, с обычаями, там, южных территорий, северных территорий. Ну, это тогда территориальные ограничения. Но, по большому счету, все противодействие, о котором вы говорите, это связано с политикой. И на сегодняшний день я можно затрону и ту сферу, которая касается нашей работы в Казанском университете, деятельность ресурсного центра по исламско-исламовическому образованию. Это вот как раз работа на этой ниве, работа по противодействию, в том числе, экстремизму и религиозному экстремизму, в первую очередь. Поэтому это очень тонкая сфера. Мы действительно осознаем опасность этих тенденций. И на сегодняшний день, вот совместно с нашими коллегами, разработаны не просто технологии и методики, а ведется конкретная работа с теми же прихожанами, с мусульманами. Поэтому это вот следующий шаг, о котором мы должны говорить. Это не только научные дискуссии в рамках форума, но и большая широкая работа уже, собственно, с самим мусульманским населением, в том числе в Российской Федерации. И здесь есть успехи, есть прорывы. Последнее из них, например, это создание специализированных центров диалога, когда любой человек, особенно входящий в ту или иную, и находящийся под влиянием, может позвонить. Он получает возможность быть услышанным. Мы пытаемся ответить на те вопросы, причем с точки зрения, как вы говорите, традиционно. На самом деле, ислам, он един, но мы пытаемся объяснить ту пагубность вот этих сектанских уже... Много обращений? Да, они пошли. Программа запущена в этом году. Мы понимаем, что одно дело решать вопросы силовыми методами. Всегда можно отсечь, изолировать. Но, прошу прощения, это не результат, потому что именно в изолированном состоянии происходит радикализация. Он ставит себя на место. А почему я? Начинает искать причины. И, наверное, важно все-таки дать возможность человеку не просто выговорить, но и осознать. Если я позвоню по этому телефону, да, мы сейчас не будем его в эфир выдавать, это не наша задача, вот в этот центр. Я могу... Мне помогут развеять какие-то мои сомнения, мне дадут какие-то толкования, каких-то сур. Вот как это происходит? Дело в том, что вас и пригласят на встречу. При необходимости мы можем приехать сами. Я имею в виду наши коллеги, причем я не говорю о светских профессорах и доцентах. Это целая категория, в том числе и мусульманские священнослужители, которые участвуют в этой программе профессиональных психологов и так далее. Речь идет о том, что не оставлять человека наедине со своими мыслями, сомнениями, в первую очередь, да, вы правы. А дать возможность не просто выговориться, но и совместно за тем путем клуб анонимных. И можно перечислять до бесконечности. Принципы очень схожи, близки. Интересное вообще начинание, конечно. Но вернемся к канонам. Все-таки общепринятая или широко распространенная точка зрения на ислам, что это ортодоксальная такая, я имею в виду религиозная составляющая. Значит, ортодоксальная есть священная книга, Коран, есть что-то там сказанное, это не подлежит сомнению, этому надо следовать. Ну и как в любой священной книге, в Коране или в Ветхом Завете, в Новом Завете, если имею в виду христианство, можно найти много и религия, и религия. И религия всепрощения, и религия мщения, то есть эти моменты, особенно если говорить о Ветхом Завете, и посмотреть его, о-о-о, суровая, суровая по большому счету книга. Я почему об этом спрашиваю? Меня, как сейчас сказал бы молодой какой-нибудь человек, как молодежь говорит, да, зацепило, зацепило высказывание на конференции, о которой мы с вами сейчас, о которой сейчас рассуждаем, разговариваем. Выступление зампреда Думы РТ, Духовного управления мусульман, Дамир Хазад Мухеддинов. РФ, Российская Федерация. Он РФ, да, извините. Он заговорил о постмодернизме, о неомодернизме в исламе. И выдвинул четыре тезиса, которые, не углубляясь, они все равно вот вокруг этого стержень, этот, что необходим, необходима модернизационная повестка, необходима, вот даже опять пост, у нас везде пост. Постмодернизм здесь, постмодернизм там, я недавно натолкнулся на термин постгуманизм. На полном серьезе обсуждается, да, и как-то немножко это меня, ну, не то что, ну, шокировало, можно сказать, да, что, надо подумать, что такое постгуманизм. Но вернемся к Дамеру Хазрату. А каким образом, вот, вообще, как это было воспринято участниками конференции, вот, с одной стороны, мы говорим, что это короническая, ортодоксальная религия, с другой стороны, выходит представитель, священнослужитель, высокопоставленный, авторитетный, говорит, что нет никакого традиционного ислама, нет никакого радикального ислама, есть ислам как таковой, но нужна модернизационная повестка, нужно вот преодолевать то, преодолевать это и так далее. Ну, дело в том, что во многом, видимо, и вас говорят некие стереотипы, когда мы говорим традиционно о том, о мышлении священнослужителя, или о подходах. На самом деле, мы в самом начале нашего разговора уже говорили о том прорыве, который был в среде татарских богословов. И так называемый джидидизм, это и собственное движение, оно было связано с так называемым новым подходом. Не к ночи помянуть, еще евроислам можно вспомнить. Вот с этим значительно все сложнее, и на моем месте более органично смотрелся бы Рафаэль Семенович Хакимов. И действительно, мы сегодня обсуждаем с точки зрения светской науки. Вы задаете очень важные вопросы, но кому задаете? Дело в том, что если бы я был священнослужитель, носил бы САН, у меня была бы, конечно, несколько иная позиция. Но так как я представляю научное сообщество, людей, связанных с изучением этой религии, и тех тенденций, которые на протяжении определенного времени мы можем наблюдать, то я вам могу сказать, что исламу также свойственно развитие. И то, о чем мы говорим, ученый и говорит Дамир Хазрат, это признание того, что в современном мире необходимо новое понимание. Причем оно не должно, естественно, противоречить канонам, но углублять свое отношение к миру, изучать те изменения, которые произошли, и встраиваться в эту духовную сферу – это необходимая задача сегодняшнего дня. Поэтому дискуссии были, дискуссии неизбежны. И в своем ответе, вы помните, почти сразу же отреагировал Рафик Мухаммедшевич, уже упоминавшийся здесь, который говорил о том, что я Дамир Хазрата знаю достаточно давно, но его мнение тоже понятно, там есть целая группа философов и специалистов, которые сосредоточены сегодняшний день не только в Москве, есть они и на Кавказе, есть они и в Татарстане, но для нас, и он говорил с точки зрения преподавателя, он говорил с точки зрения человека, который отвечает за образование, наверное, нельзя отходить от классического понимания и быть в этих отношениях, в системе образования более традиционным, чем... Но в науке, вот именно в той ситуации, когда это будет возможно, когда появятся богословы, вот эти дискуссии получат новый толчок. Вы знаете... Надо мысль пробудить, грубо говоря, да? Совершенно верно. И то, что было высказано не только в словах Дамир Хазрата, но и Тауфийка Ибрагимова, целый ряд других наших философов, мусульманских мыслителей, их можно перечислять и в Европе, их можно перечислять и в Магрибе, их можно перечислять и в арабском мире, они есть, существуют, и эти дискуссии плодотворные, они дают толчок. Но на сегодняшний день, понимаете, еще нет вот этой плодотворной питательной почвы. Только-только формируются люди, молодые люди, в первую очередь, которые могут воспринимать это и формировать свое мировоззрение с новых позиций. Поэтому мне кажется, что конференция своего результата добилась, достигла. Она была не теологической в чистом виде, она не была парадной, как мы иногда привыкаем, когда люди Чапанов высказывают общие фразы. Здесь действительно в Казани, в университете, сформирована площадка для дискуссий. И поэтому приезжают и священнослужители, а их было немало, это не только Дамир Хазрат. Год от года изменяется их количество, но оно неизменно в том, что это всегда люди думающие и мыслящие. И хочу сказать о перспективах развития нашего форума. Речь идет о том, что мы работаем очень тесно рука об руку с Институтом Востоковедения. А на сегодняшний день именно там сосредоточены в значительном количестве крупнейшие специалисты в истории, культуре, экономике Ближнего Востока и так далее. И в том числе в религиозной сфере. И мы договорились с нашими коллегами, с Виталием Вячеславовичем Наумкиным, о том, что на следующий год мы усилим эту площадку дискуссионную и пригласим наибольшее количество спикеров, которые будут представлять диаметральные противоположные точки зрения. То есть это будут представители тоже Саудовской Аравии, Бахрейна и так далее. И вместе с тем ряд мышлителей, которые готовы вступить в некую полемику. Ромир Владимирович, большое вам спасибо за пояснение, за рассказ. И единственное, две вещи вам хочу пожелать. Одну частную вещь. Пожалуйста, будете готовить конференцию. Всеми силами напрягайте средства массовой информации. Все-таки очень жаль. Я это высказывал уже и в социальных сетях делал по этому поводу комментарии. Очень жаль, когда вот такие темы, действительно животрепещущие, действительно сложные, глубокие, они каким-то странным образом проходят мимо внимания подавляющего большинства СМИ. Ну вот там кошка с забора упала, там ладно, или мальчик в Бундестаге что-то ляпнул. Вот сейчас это будет обсуждаться неделями. Надо, конечно, надо. И нам надо постараться, мне в том числе, чтобы конференции, которые запланированы на следующий год, было больше внимания. Оно того заслуживает. Дмитрий Прохорович, я буквально сделаю небольшую ремарку, отвечу на ваш вопрос. Значительно мы открыты. И это прежде всего встреча экспертов. И помимо теологических споров, большое значение имело, и два дня продолжались эти дискуссии, это, собственно, мониторинг ситуации мусульманской умы. Это тоже очень важный сегмент, который важен и для государства, и для самих мусульман, и для научного сообщества. И поэтому не все можно было, наверное, так выплескать. Это требовало всегда обсуждения, анализа в начале специалистов. Но на самом деле никаких закрытых тем нет. И были представлены подавляющее большинство регионов. Это центральная часть России, это юг России, Кавказ, Поволжье. И очень горячие дискуссии обсуждали реальную ситуацию на сегодняшний день и те процессы, которые происходят. Там затрагивались и вопросы, связанные с Сирией, с конфликтами на Ближнем Востоке. Влияние этой ситуации, например, на российскую ОМО. Беженцы в Западной Европе. Мигранты. Поэтому это очень интересная конференция. Я обещаю, что она станет более широко демонстрироваться и будет доступна для журналистов. Но по итогам конференции, дискуссии опубликованы. И я надеюсь, что в самое ближайшее время я предоставлю итоги мониторинга и итоги секционных работ. Заранее спасибо. Успехов вам. До сегодняшнего все будет хорошо. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что это была программа «Акцент». Сегодня гостем студии был директор Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета Рамиль Равилович Хайруддинов. Еще раз вам спасибо. А вам, уважаемые телезрители, спасибо за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok